Если биткоин когда-либо достигнет 250 тысяч долларов и упадет на 70%, СМИ будут пестрить заголовками. Биткоин это мертвый проект, теперь он стоит всего лишь 75 тысяч долларов. Всем привет ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодняшний выпуск разделим на три части. В первой разберем биткоин технически, во второй поговорим про анчейн информацию, которая показывает какие-то рекорды для главной криптовалюты, и в третьей обсудим хорошие новости, связанные с биткоином и его принятием. Итак, цена биткоина не смогла найти поддержку выше 46 тысяч долларов и откатилась до 44, оттолкнувшись от уровня 0.5 по коррекции Фибоначчи. Из-за этого многие заговорили сейчас про так называемый отскок дохлой кошки. Другими словами, ложный отскок цены на падающем тренде, после которого цена актива продолжает падать. Выглядит он как-то так, как изображено на этой схеме. После достижения точки 2 мы наблюдаем отскок к точке 3. Обычно это 50% отскок. Но так происходит в теории. На практике же цена биткоина обычно возвращается не к 0.5, а к 0.618 по Фибоначчи. Поэтому сейчас я ожидаю откат цены биткоина до уровня 0.382 по Фибоначчи. Тем более, что мы уже говорили об этом уровне, когда обсуждали индикатор CPR. Мы говорили о том, что цена биткоина должна коснуться первой цели по CPR, а затем откатиться от нее. В принципе, так это и происходит. Откат же должен стремиться к нижней цели по CPR, о которой мы тоже говорили. Которая, собственно говоря, почти совпадает с уровнем 0.382 по Фибоначчи. Поэтому я не удивлюсь, если мы увидим еще один откат до 42 тысяч долларов. Этот уровень, кстати говоря, очень важен и тем, что с самого начала года выступал то сопротивлением, то поддержкой несколько раз. И сейчас, в этом моменте, ему очень важно остаться новой линией поддержки, если мы хотим увидеть продолжение роста биткоина. Я думаю, что с первого раза этот уровень точно не провалится, и мы вполне можем увидеть тот самый рост биткоина до уровня 0.618 по Фибоначчи. Обычно так это и происходит в таких ситуациях. Это около 50 тысяч долларов за монету. Также на этот же уровень нам указывает индикатор CPR. Вот вторая цель, как раз таки на 50 тысячах долларах и находится. Почти на том же самом 0.618 уровне по Фибоначчи. Именно поэтому сейчас 42 тысячи долларов должны остаться сильной поддержкой для того, чтобы биткоин оставался в растущем тренде. Возвращаясь к теме отскока дохлой кошки, о которой сейчас многие начинают спекулировать. Они называют происходящий рост на рынке ничем иным, как эксид пампом. Что это такое? Это так называемый памп перед тем, как выйти из актива. Обычно он происходит из-за того, что большой игрок пампит цену актива, зная, что это будет легко, так как большинство монет выведены с биржи. Что провоцирует создание искусственного дефицита. А мы ведь и наблюдали большие рекордные выводы монет биткоина с бирж. Как только памп набирает обороты и все больше людей включается в него, кит просто берет и разгружается на ничего не подозревающую толпу. Вот об этом сейчас и говорят многие. Чтобы опровергнуть это, достаточно взглянуть лишь на один график. Мы видим на нем, что в отличие от вот этого отскока дохлой кошки в конце 2017-го, начале 2018-го, долгосрочные холдеры сейчас, вот здесь, посмотри, совсем не хотят выходить из биткоина. Они продолжают держать свои монеты. За вот эти пики продаж отвечают только те холдеры, которые купили биткоин 3 или 6 месяцев назад. Теперь я хочу пройтись по анчейн-метрике. Ты можешь любить биткоин или ненавидеть его, но больше никак не получится игнорировать один факт. Тот самый факт, что биткоин является самым быстрорастущим в плане принятия активом, созданным человечеством. Его принятие растет быстрее любой другой технологии до него. Быстрее принятие интернета, мобильной связи, кредитных карточек и так далее. Сеть биткоина добавила 1,2 миллиона пользователей за последние 30 дней. Это делает этот месяц самым быстрорастущим для биткоина за всю его историю. Криптоком также провел расследование, итоги которого опубликовал в отчете в июне этого года. По результатам этого исследования, на конец июня 2021 года криптовалютами пользуется больше, чем 220 миллионов пользователей. А это в два раза больше, чем всего лишь навсего полгода назад. Справедливости ради, принятие эфириума также растет, и иногда даже быстрее, чем биткоина, особенно в последние месяцы. Например, в июне 2021, вот здесь, рост принятия эфириума был почти в три раза больше, чем биткоина. 16,1% против 5,8%. Скорее всего, это благодаря грядущему хардфорку Лондона, а также тому, что эфириум наконец приобретает и дефляционную природу. Каждая операция с эфиром теперь сжигает какое-то количество монет, тем самым уменьшая его предложение. Некоторые аналитики говорят, что именно это поможет эфириуму наконец-таки обогнать биткоин. Но это тема уже для другого видео. Кто-то посмотрит на это все и скажет, ну все понятно, я не успел. Эта технология уже слишком раскрутилась и набирает бешеные темпы развития. Значит, уже поздно. Что ж, ты не прав. Посмотри на эту визуализацию глобальной рыночной капитализации различных активов. Попробуй найти здесь биткоин. Где же биткоин? Биткоин находится здесь, в самом-самом низу. Его почти не видно, настолько он маленький. Далее идет золото. Это 11,5 триллионов долларов капитализации. И я до сих пор убежден, что капитализация биткоина, как цифрового золота, рано или поздно просто обязана быть больше, чем у золота, его устаревшего аналога. Биткоину для этого нужно сделать всего лишь около 10-15 иксов от текущих. Исходя из этого, если он сейчас стоит 44 тысячи долларов, его потенциала вполне хватит на то, чтобы стоить 440 тысяч долларов. Пусть и не в этом году, и даже не через 5 лет, но все же этот потенциал есть. Если посмотреть еще дальше, даже золото кажется совсем уж лилипутом. Фондовый рынок, например, весит почти 110 триллионов долларов, как 10 капитализаций золота. Биткоину до таких отметок под сотню иксов нужно сделать. Из всего этого богатства, золота, денежного предложения, деривативов, фондовых рынков и так далее, биткоин занимает всего лишь 1%, даже чуть меньше. Вот настолько это ранняя технология. Вот настолько мы все еще в начале. А теперь представь себе, когда эти триллионы начнут перетекать в биткоин и криптовалюту, что произойдет с ними? Представь себе этот потенциал. Уилл Климент, биткоин-аналитик, поделился этим графиком, который отображает количество монет, удерживаемых кошельками от 10 до 100 тысяч биткоинов. Как мы видим, с 19 мая этого года кошельки постепенно покупали биткоины. При этом приблизительно 17 июля этого года покупки биткоина этими крупнейшими кошельками значительно ускорились. За время падения биткоинов они купили 269 тысяч 450 биткоинов. Вот столько монет они по факту отобрали у тех, кто в панике фиксировал убытки на падение 60 до 28 тысяч. Следующий график также подтверждает предыдущий. Мы видим здесь, что 17 июля значительно выросла активность крупных игроков и продолжает расти сейчас. Джордж с канала Крипторус поделился также еще одним индикатором, который показывает рост накоплений у долгосрочных холдеров. Вот здесь. Мы видим, что этот показатель сейчас находится на исторических пиках за последние 3 года. Сентября 2018 года. Покупка долгосрочными холдерами прямо сейчас взрывается. Причем она начинала взрываться еще вот на этом падении. Долгосрочные холдеры знают, что биткоин это ценность, которая через 10 лет просто-напросто сделает их свободными. А наша цель с тобой не разбогатеть, чтобы хвастаться на показ. Наша цель разбогатеть, чтобы исчезнуть для всего мира и наконец зажить для себя. А теперь я хочу поговорить о хороших новостях для биткоина. Таких скопилось достаточно много. Начнем со свеженького. Всего несколько часов назад стало известно, что компания, которая управляет инвестициями, Нойберг Берман, создавалась биткоином. Она уже отправила заявку на выпуск фонда, с помощью которого хочет получить доступ к инвестициям в цифровые активы. В частности, это биткоин и эфириум. Компания собирается использовать их в качестве защиты от инфляции. Интересно, что эфириум до августа был инфляционным активом. Но теперь после хардфорка его природа становится дефляционной. Учитывая это и его расширенный функционал, мы можем ожидать больше компаний, выбирающих эфир, кроме биткоина, в качестве средства против инфляции доллара и других фиатных валют. Кстати говоря, на минуточку. Эта компания владеет активами на сумму 402 миллиарда долларов. Так что это далеко не маленькая инвестиционная компания. Поэтому ее интерес к биткоину это очень большой позитивный момент для главной криптовалюты. 18 часов назад стало известно, что автомобильная страховая компания Метромайл заявила о том, что купила биткоины на сумму 1 миллион долларов. Кроме этого, в компании сообщили, что вскоре внедрят платежные решения, позволяющие использовать биткоины для страховки оплаты и выплат. Также они намерены вложить еще 10 миллионов долларов в биткоин. Конечно, это не полтора миллиарда от Теслы, но их доход составляет 140 миллионов долларов в год. А суммарное вложение в биткоин будет оцениваться в 11 миллионов долларов. Это означает, что они вложат 15,5% своих доходов в биткоин. И вот это уже достаточно много. Это очень смелое решение. А значит, компания уверена в биткоине. Иначе бы на такое не пошла. Крупнейшая сеть кинотеатров в мире AMC теперь принимает биткоины и будет продавать билеты за главную криптовалюту. Только в США таких кинотеатров AMC можно найти 593 штуки. Это только в Америке. Компания мотивирует принятие биткоина тем, что хочет увеличить продажи на фоне борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Конечно бы я никогда в жизни не потратил бы биткоин на билет в кинотеатр. Но это я. Многие же с удовольствием будут покупать товары и услуги за цифровые якобы виртуальные монетки. В любом случае это еще один большой социальный фактор в пользу того, что биткоин это уже не что-то там в интернете, а вполне себе законное платежное средство. Его принимают некоторые страны и многие компании по всему миру. И наконец последняя новость связана с Илоном Маском, но косвенно. Возможно если в ней покопаться поглубже, можно найти кое-что интересное. Я попробую это сделать и если я что-то найду, я обязательно расскажу тебе в новом видео. Пятый по размеру банк в США объявляет сотрудничество с криптовалютной биржей Coinbase. А также в их партнерстве будут участвовать компании Илона Маска, Тесла и SpaceX. Это уже интересно если вспомнить о том, что говорил Илон Маск насчет биткоина, что он собирается интегрировать его в умные дома, в солнечные батареи и даже в свои электромобили. Вот это партнерство явно не является случайным. Пока что подробностей почти нет, известно только то, что банки Coinbase хотят запустить не только криптосервис для своих клиентов, который позволит им инвестировать в криптовалюту, но и создать свой собственный криптопроект. Также они хотят внедрить блокчейн в банковскую инфраструктуру для масштабирования транзакций и других банковских операций. Как мы видим, не все банки настроены против криптовалют. Пятый по размеру банк в США, например, показывает большое желание менять свою инфраструктуру с помощью криптовалюты. Также вспомни о том, что JP Morgan и B&E Mellon тоже крупные банки работают над собственными криптосервисами и готовы запустить их к концу этого года. Так что мы видим, что криптоцунами приближается и захватывает все больше и больше финансовых организаций, несмотря ни на что. Его уже в принципе никак не остановить. Можно только пережить его, а для этого нужно его принять и адаптироваться к новым технологиям, а не бороться с ними. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok